Я так думаю, что кому-то нужно меньше пить. Тогда и голова по утрам болеть не будет. Так ведь? Всем привет! Вы на канале Дьюф Плей, и сегодня у нас чудес не бывает! Вот, да, наконец-то релизнулось оно до конца. Ну и будем теперь проходить, но только после того, как вы поставите лайк и напишите комментарий под этим видосом. Ну а теперь погнали! Последнее, что я видел, так это искорки глаз кошка девочки, которые обеспокоенно смотрели на меня. Что-то... О! Семён! Семён! Кто-то настойчиво будил меня, не оставляя шансов на игнорирование данных попыток. Я даже знаю, кто может так настойчиво будить. Вставай! Хорошо, славяна. Твоя взяла. На этот раз. Привет, как дела? Это такое чувство, как будто умер накануне. А тебе лишь бы шуточки шутить. Славя обиженно присела на мою кровать и подняла глаза вверх. А... Текстовое окно вообще неудачное. Текст херово читаемый. Его бы сделать чуть более тёмным, чтобы был контраст. Вот так местами сливается. Ну да ладно. Кстати говоря, а где моя соседка? Забрали злые духи. Как ты думаешь, куда девушка ходит каждое утро? Поссать. Понял, объяснять не надо. Мне бы тоже не помешало. Я всё ещё был укрыт одеялом. Поэтому вылезти из-под него, будучи полуголым, не представлялось возможным. Я вот, кстати, никогда не вынимал. А чё такого в труселях показаться? Девушке, господи. На пляже всем пофиг. Люди иногда бывают стеснительны. Слышала об этом? Да больно надо было. Она прикрыла лицо ладошками, пока я одевался. Думаю, что она всё прекрасно видела. Можешь открывать. Хотя не думаю, что был какой-то толк это делать. Ты лучше ответь мне на один вопрос. И какой же госпожа злюка? Одним ровком она прижала меня к стене и злобно прошипела. Зачем ты ей всё рассказал? Теперь понятно, почему она была такой злой. Ты думаешь, раз всё знаешь, то можешь трепать об этом налево и направо? Ты хоть понимаешь, что значат для неё твои слова? Ты сделал её жизнь ещё хуже тут. Слайф, погоди. Давай начнём с того, что я ничего не рассказывал. Да? Из меня дуру не сделаешь, Семён. Я всё слышала. Эй, чёрт, я совсем забыл про её способность. Именно. Ты стал себе много позволять. Кем ты себя возомнил? Правдоробом? А ты ещё хуже тех, кто отправил её сюда. Каждый человек достоин того, чтобы знать правду, знаешь ли. Ты знаешь, сколько ей лет? Тут взрослые люди с ума сходят. А про неё я даже думать боюсь. У Слави закончился воздух в лёгких. И она тяжело дыша слегка ослабила хватку, опустив голову вниз. Вот что ты за человек такой? Бог мне судья, Славя. Я выбрался из-под ослабившей хватку Слави и вышел вон из дома. Точнее, выбежал и отправился, куда глаза глядят. Мои глаза щипало, щипало даже не от того, что Славя посчитала меня хуже. А из-за того, что я пытался сделать как лучше. Но в итоге Славя оказалась права. Она ещё не была готова. Не готова к той правде, которая ждала её за каждым поворотом судьбы. Если судить, потому что есть она самая несчастная тут из всех. Блять, реально, текстовое окно, но ни в пизду ни в ворота. Хоть и каждому тут найдётся, что рассказать. Саманте нужен покой. С ней нужно просто говорить, не задевая трудные для неё темы. А если она захочет, то сама придёт к тому вчерашнему разговору на пляже. Мне нужно навязывать ей судьбу. Эй, Семён! Семён! Саманта радостно замахала руками, увидав меня, сидящим на раскалённом песке. Погода сегодня и вправду хороша. Для убежища грешников и заблудивших... И заблудших душ. Ха-ха! Семён, ты что, плакал? Да нет, с чего ты взяла, глупая девчонка? Сказал я, посмеявшись и протирая... Слёзы на глазах. Может, вытирая. Эй, я не глупая. Может, мне просто показалось... Извини, это была лишь шутка. Как твои дела? Сегодня прекрасная погода. Ты прав, погодка хороша. А ещё... Саманта подняла глаза к небу. Сегодня хорошенько выспалась. И тут перед глазами всплыли события вчерашней ночи. Славя со своими наездами совсем выбила это из головы. Очень рад за тебя. Ещё Славя сегодня пришла ни свет, ни заря. И это она тебя выгнала? Намекнула, что хочет поговорить с тобой. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что между вами есть какая-то связь. Каждый раз, когда вы находитесь вместе, от вас исходит энергия, которой, кажется, можно оживить потухшее сердце. Глаза Саманта опустились вниз, а щуки слегка подрумянились. Я думаю, что тебе снова кажется. Тут всё не то, чем кажется... Чем хочет казаться... Блядь, тут всё не то, чем хочет казаться Нер... Какого хуя я не понял этой фразы вообще? Скоро-то это поймёшь. А теперь... Я встал с песка и протянул руку. Негоже леди сидеть на песке. Она улыбнулась и приняла руку. Мы отправились к... Блядь, на площадь, дабы где-то провести остаток времени. На завтрак я. Как же я вас ненавижу! Было бы больше услуга, если бы вы двое убежали в лес и не вернулись. На площади разгорались страсти. Ольга Дмитриевна снова рвала всё, что попадается ей на глаза. Но погодите, что тут произошло? В центре внимания были две рыжие бестия. Обе виновата опустили глаза вниз, а Ульяна уже начинала хныкать. Ольга! Дмитриевна! За что вы ругаете Алису и Ульяну? Злобные глаза Ольги переместились на меня. Теперь объект её гнева я. А, очередная выскочка! Да кто вообще такой, чтобы ещё и отчитывать перед... Отчитываться перед тобой! Уж словно завяли от её крика. Но сдаваться никто не собирался. Никто вам не давал права без причины орать на своих пионеров. А тебе никто не давал права перечить старшим. Боже, прошу извинить. А тут ещё вопрос, кто старше из нас двоих? Всё-таки имейте смелость сказать, по какой причине вы довели до слёз этих двух пионерок. И только сейчас я учуял запах чего-то спиртного. Кто-то вчера пил. Мы громко смеялись, когда проходили возле её домика. Алиса произнесла это подавленным голосом. Неужели даже такую бойкую девушку можно сломить? Не просто громко, а непростительно громко нарушая порядок в лагере! Я так думаю, что кому-то нужно меньше пить. Тогда и голова по утрам болеть не будет. Так ведь? Чего? Бухать, говорю, меньше надо, Ольга Дмитриевна! Блять! Оленька-алкашка, отзаебись вообще! И больше заниматься людьми, которые вам доверены! Все удивлённо смотрели на нас с Ольгой. Даже Ульяна, перестав хнекать, подняла глаза и взглядом поблагодарила меня. И тогда, может быть, ночные кошмары, которые проклятием были даны вам свыше, наконец-то перестанут сниться! На площадь выбежала Славя, которая в шаге от нас остановилась, понимая, что всё уже сказано. Прости меня, Славяна, но смотреть на это, опустив руки, я больше не буду. Славя приняла злобный вид, но позже осмягчилась и посмотрела на меня с небольшой улыбкой на кончиках губ. А Ольга Дмитриевна так и осталась стоять столбом, ошарашенно поглядывая на случайных зрителей, то и дело оглядываясь на меня. «Как ты узнал?» «Если... если...» Слёзы начали капать на раскалённый асфальт, испаряясь тут же с поверхности... Тут же с поверхности. Как и душа Ольги, которая, как это слеза, медленно испаряясь, поднималась вверх и исчезала. Она убежала прочь, не выдержав взгляду в публике. На какой-то миг мне даже стало её жаль. Славя, а как ты считаешь, я виноват? Ты всё сделал правильно. Она положила мне руку на плечо. И даже ругать не будешь? Буду. Но пока не за что. В столовой Ольге Дмитриевны не оказалось. Так, подождите. Да, зацените, анимированные фоны. Ей. Крутяк. Я не сразу заметил. В столовой Ольге Дмитриевны не оказалось. Но мне кажется, даже с ней атмосфера здесь была бы такой же. Блин, а ты немного вырви глаз на, ну... Тут даже мне в приток перед монитором сложновато текст читать. Атмосфера какой-то облегчённости от павших оков местного диктатора. И как результат слёзы, вожатые на площади при всей публике местных грешников. Ольга выглядела очень расстроенной. Чего ты ей такого наговорил? Правда, иногда бывает не очень приятный человеку. Однако язык сработал быстрее любой мысли. Впредь стоит дум... стоить... Блядь, стоит думать, что говоришь. Не вини себя в этом. Ты всё сделал правильно. В куи-то веки. Сказала Славя, присаживаясь за наш столик. Но сейчас проблема в другом. И даже представить себе... И даже представь себе не в тебе. Очень заинтригован. Кто этот бесстыдник, который решил похитить титул бездельника этого чистили? Лагеря! Славя слегка похихикала, но потом продолжила. У нас потерялся один пионер. Нужно его найти и доставить обратно в лагерь. Вроде бы ничего сложного, но проблема в том, что он, возможно, что-то узнал. И как он мог это узнать? Возможно, подслушал наш разговор. А может, и сам догадался. Я так понял, кроме нас об этом никто не знает. Она лишь кивнула головой и взглянула на пустующее место вожатой. Даже если бы я знала, ей всё равно плевать на всех. И ты хочешь? Не хочу, а требую. Больше некому. Слегка улыбнувшись, сказала она. Ну-с, если вам нужны герои, то вот он я. Я встал из-за стола. Откуда начнём поиски, товарищ начальник? У меня есть ещё дела, но если ты хочешь... Думаю, что твои дела подождут. Ты прав. Нужно найти его, пока другие не забрали. Кому, кроме нас, он нужен? Я ничего не знаю про это место. Но мне много чего рассказывали. Поговаривают, что те, кто сбежал отсюда, больше не возвращаются. Можешь назвать это дурным предчувствием. Но с каждым часом его шансы на хорошее буду... Блять. На хорошее будущее падают. Тогда встречаемся возле моего домика после обеда. Саманта тем временем с любопытством наблюдала за нами. Как будто понимая наш диалог. Вы куда-то собрались без меня? Кое-кому понадобилась наша помощь. Идти больше некому. Я могу помочь вам! Славик? Она лишь отрицательно повертела головой. Согласен, это может быть очень опасно. Прости, малая, но давай мы не будем рисковать... Тобой. А вам так можно? Я тоже хочу с вами. Нам приятны твои стремления, но послушай, Семена. Не волнуйся, мы быстро найдем кое-кого и вернемся. Даже... даже глазом моргнуть не успеешь. Саманта еще несколько минут обиженно поглядывала на нас. Ну а потом все же кивнула. Ты доела? В таком случае пошли сам домой. Или у тебя есть какие-то дела? Абсолютно никаких. Да не обижайся ты так. Мы быстро. И снова я видела всплеск той энергии. Вы словно заряжали ею всех, кто находился там. Я не знаю о чем-то, но нам и правда важно найти того пионера. А когда он пропал? Совсем недавно. Поэтому уйти далеко он не мог. Наверняка сидит в каком-нибудь заброшенном здании. А почему вы не скажете другим? Не поднимите всех на поиски? Не в бровь, а в глаз. Настоящей причиной я сказать ей, увы, не могу. Слишком чревато тем, что если другие найдут его, обезумевшим от правды, то велика вероятность, что это пойдет дальше. И тогда ситуация совсем выйдет из-под контроля. Об этом никто не должен знать. Лишь тебе рассказали за большой дружбу. Не подводи нас. Следи за порядком в лагере. Семен прав. Ты остаешься за главную тут. Славя присела, чтобы быть одного роста с Самантой. Смотри, чтобы все вели себя прилично. А если будут возникать, ты знаешь, кем можно пригрозить. Она потрепала волосы и встала в полный рост. Пойдем, Славь. Будьте осторожны. Обеспокоенно крикнула Саманта нам вслед. И есть соображение, где он может быть? Электроник сказал, что он любит посещать старый лагерь. Возможно, что он намеренно сидит там. Слушай, а почему ты не можешь просто увидеть его? В каком смысле? Ну, ты ведь умеешь считать мысли. Может быть, в придачу еще идет возможность видеть, где кто находится? Славя лишь слегка рассмеялась. Так говоришь, как будто я хозяйка этого места. Ну, у меня складывается такое очищение. В какой-то части ты прав. Кажется, что я имею какую-то власть над этим местом. Ты смотришься здесь в гармонии со всем. Даже природа может зависеть от твоего настроения. Славя удивленно посмотрела на меня. Теперь ты понимаешь, почему мне тут хорошо? Если честно, то не до конца. Что же произошло там, дома? Славя опустила глаза вниз и хныкнула. Славя, если не хочешь, то не говори. Позволь. Я расскажу, но чуть позже. Хорошо? Славя, опустив голову вниз, вытирала слезы. Ее шикарные волосы закрывали заплаканное лицо. От этого картина была еще более трогательной. Пойдем? Сказала Славя, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. Конечно. Улыбнулся я в ответ. Мы прогуливались по шикарной лесной чаще, которая уютно закрывала нас от летнего солнца. Интересно, всегда ли тут лето? В таком случае, это место нельзя назвать камерой для потерявшихся душ. В то же время, эти места мне казались до боли знакомыми. Как будто я здесь бывал раньше. На одном из столетних стражей данного леса я заметил глубокий след от когтей. Кто же его мог оставить? Я остановился возле него и дотронулся рукой. Как же я мог забыть? Меня словно током передернуло. События вчерашней ночи снова пролетели перед глазами. Удивительно, но именно это событие забылось так быстро. Словно это было десятки лет назад. Что-то вспомнил? А вот скажет он слабе, что что-то вспомнил или нет, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а на этом на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok